Сегодняшний учитель, хороший учитель сегодняшний, это человек, который понимает, что происходит в медиа. Потому что медиа, ну вообще медиа, системные медиа, это и интернеты, это и остатки телевидения, которые сейчас перепаковываются, переосмысляются. Это та размерность, которую образование не может не рассматривать, потому что, собственно, все технологии туда уходят образовательные, и невозможно с этим работать только как с технологией, нужно с этим работать как с явлением, и социальным в том числе. Потому что у человека добавилась целая новая линия поведения, это линия поведения себя в разных соцсетях. Это другой формат общения, это другой формат мыслеизъявления, это другой формат какого-то, не диалога, а именно взаимоотношений. Другой формат взаимоотношений. Это другая размерность. И нельзя про нее забывать, нельзя ее не учитывать, и если ты ею не пользуешься, не просто профиль завести в соцсети, а понимать, что тебе нужно идти к своему ученику туда, где он, собственно, все время находится, где он все время общается, где для него жизнь происходит. И оттуда можно его вытаскивать. Я сейчас тоже чужую цитату скажу, Миша Кожайнов в этом говорил, сначала догони, а потом воспитывай. Вот ты сначала догони студента, догони, сначала дойди до места, где он находится, а потом его оттуда начинай, собственно, воспитывать. И говорить ему, что можно делать, как можно делать, потому что он, значит, тебя просто слушать не будет. Кто ты ему такой? Ты в другой плоскости взаимоотношения находишься. Дальше учитель должен быть социотехнолог, потому что учитель должен уметь донести до каждого индивидуума, что в одного нынче в нашем мире ничего не делается. И любые серьезные дела начинаются не только с понимания проблемы, но и с создания команды. Это обязательный процесс. И учитель должен уметь собирать команды, должен уметь формировать культуру командно-командной деятельности, либо пригласить людей, которые эту культуру сформируют. Он должен понять важность этого процесса обязательно. Он не должен его спускать со счетов и на самотек. И должен уметь это все тоже передать ученику, чтобы люди понимали, что команда – это такая базовая единица, как семья – единица общества. Команда – это единица деятельности общества, единица экономики сегодня, новой экономики, пост-индустриальной экономики. Команда – это единица общества, единица общества, единица общества, единица общества.